Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы решили пойти как бы по следу бальзама Звездочка и проверить из его состава два компонента. Речь идет об эфирных маслах гвоздики и эвкалипта. Мы сейчас действуем как акула, которая кружит вокруг жертвы, постепенно сужая круги. Хочется выяснить, благодаря какому компоненту жидкий бальзам Звездочка так хорошо отпугивает клещей. Итак, промазываем по периметру круги маслом гвоздики и маслом эвкалипта. Запах сейчас стоит просто сногсшибательный. Готово. Теперь полчасика ждем, чтобы все слегка подсохло и можно приступать к эксперименту. Начинаем с эвкалиптового масла. Первый клещ пошел. Кровопийца сразу явно почувствовал запах масла и свернул от линии круга. Однако тут же собрался с силами и покинул опасную зону. Что это было? Запускаем второго клеща. Данный паразит практически сразу разрывает круг. Даже не притормаживал на линии ароматного масла. Третий пошел. И тут все очень быстро. Да, вообще эфирное масло эвкалипта не работает. Неожиданно. Высаживаем контрольного четвертого клеща. Если и этот легко выйдет, то следующую серию экспериментов через несколько часов с этим маслом делать уже не потребуется. Так и есть. Тестируем эфирное масло гвоздики. Первый доброволец пошел. Клещ явно почувствовал сильный запах масла и решил притвориться мертвым. Клещи очень любят эту хитрость. Однако и мы не лыком шиты и знаем, как таких клещей притворщиков оживлять. Дышим на него и, о чудо, он оживает. Клещ явно в состоянии повышенной активности. Он весьма судорожно двигается и в его движениях видна суетливость. Это и понятно. Прошло всего полчаса и запах стоит весьма сильный от масла гвоздики. Паразит начинает бегать во все стороны, тщетно пытаясь найти выход. Однако его в круге словно удерживает невидимая стена. Через целых 6 минут 35 секунд паразит выкидывает белый флаг. Победа! Похоже, мы нашли самый главный компонент жидкого бальзама «Звездочка». Однако радоваться рано. Для проверки запускаем второго клеща. Все повторяется. Суетливый бег и невозможность разорвать круг. Через 7 минут 10 секунд паразит прекращает попытки выбраться и сдается. Вот это уже документ. Запускаем третьего клеща. Все повторяется. Клещ суетится и совершает стремительные рывки в разные стороны. Тем не менее, через почти 6 минут он все-таки умудряется вырваться из круга. Четвертый клещ пошел. Хочется заострить внимание на том, что уже с момента обработки ткани маслом прошел почти час. Все-таки первые три клеща слишком долго бегали в круге. Этот паразит тоже смог выбраться из круга через 5 минут и 40 секунд. Однако все равно масло гвоздики удивляет. Ждем теперь 4 часа с момента пропитки. Высаживаем первого клеща. Опять притворяется. Дышим. Ого, какой шустрый. От такого на природе даже не убежишь. Шутка. Масло гвоздики приводит паразита в состояние сверхактивности. Клещ мечется в разные стороны, но выход найти не может. Через целых 5 минут и 10 секунд кровопийца сдается. Супер результат, ведь прошло уже 4 часа после обработки ткани. Второй клещ пошел. Картина повторяется. Быстрый бег и попытка вырваться. В какой-то момент паразит почти выбрался из круга, но тут же вернулся и завис на какое-то время. Понятно, надышался, надо прийти в себя. Давай, бегай дальше. Через 6 минут 10 секунд клещ все-таки вырывается. Запускаем третьего клеща. Опять паразит начинает проявлять сверхактивность и быстро бегает внутри круга. Через 4 минуты и 55 секунд он все-таки вырывается. В круг отправляется 4 клещ. Этот паразит неожиданно для нас сдался через 4 минуты и 15 секунд после отчаянных попыток вырваться. Отличный результат. Ждем теперь 12 часов. Это, конечно, авантюра, но очень интересно, что будет. Первый клещ пошел. Сразу бросается в глаза, что клещ явно почуял эфирное масло гвоздики. Он поднимает передние лапки и пытается определить направление движения. Такое ощущение, что его передние лапки чувствуют запахи и на основании полученной именно от лапок информации клещ и выбирает направление движения. Удивительно, ведь прошло уже 12 часов с момента обработки ткани маслом. Справедливости ради, надо сказать, что перед началом последнего эксперимента мы понюхали ткань. Запах был достаточно сильный, что нам дало надежду и, похоже, эта надежда оправдывается. В течение 1 минуты и 50 секунд клещ сделал попытки выбраться, но у него ничего не получилось. В конце концов паразит добежал до границы круга и остановился. Мы уже было подумали, что он сдался, но решили все-таки подождать, что будет дальше. В результате через 40 секунд клещ все-таки разорвал круг. Очень интересно. Запускаем второго клеща. Мы еще вчера увидели, что масло гвоздики просто великолепно отпугивает клещей, но не могли себе даже представить, что защита сохранится даже через столь продолжительное время. Тем не менее, данный клещ через 57 секунд смог выбраться из круга. Третий клещ пошел. Все-таки чудо не случилось и действие масла гвоздики на клещей уже значительно ослабло. Тем не менее, паразитов периметр круга все-таки отпугивает. Не так сильно, как в промежутке 4 часа, но довольно ощутимо. Надеяться теперь на защиту не приходится. С другой стороны, зато сейчас точно знаем эффективное время воздействия данного масла на клещей. Наш третий паразит выбрался из круга через 41 секунду. Контрольный четвертый клещ отправляется в круг. С временем эффективного действия масла гвоздики уже все ясно. Паразит выбрался на свободу за 33 секунды. Сейчас еще дополнительно проведем несколько экспериментов на своей руке. Ватной палочкой наносим полоску масла гвоздики на руку. Это будет как бы невидимый барьер для клещей. Далее мы подождем не полчаса, а сразу 4 часа и лишь затем, расположив руку под углом 45 градусов, будем выпускать клещей. Паразит, оказавшись на добыче, всегда ползет снизу вверх. Вот мы и проверим, сможет ли клещ миновать защиту из масла гвоздики. Через полчаса эксперимент делать просто не имеет смысла. Запах от гвоздики будет еще настолько сильным, что даже нет и малейшего сомнения, что клещ сможет через него пройти. А вот 4 часа уже достаточное время для проверки. Итак, первый клещ высаживается на руку. Как только паразит сделал подъем с переворотом, тот тут же пустился на утек. Даже и не попытался ползти вверх. Отлично! Запускаем второго, уже нового клеща. Он точно так же спасается бегством, а в конце вообще складывает лапки и катапультируется с руки. Третий клещ пошел. В какой-то момент паразит начинает, как ему и положено, бежать вверх. Но сильный запах гвоздичного масла его останавливает, и он спасается бегством, а затем и сваливается с добычи. Все, можно делать выводы. Первое. Эфирное масло гвоздики великолепно отпугивает клещей на открытых участках кожи даже более 4 часов. Второе. После 4 часов использования, лучше обработку кожи маслом гвоздики повторить. Третье. Как оказалось, масло гвоздики является самым главным ингредиентом, который отпугивает клещей в составе жидкого бальзама «звездочка». Четвертое. Эфирное масло гвоздики эффективнее жидкого бальзама «звездочка» по отпугиванию клещей. Пятое. Масло гвоздики нужно обязательно использовать совместно с препаратами альфа-циперметрин или циперметрин, которыми заранее должна быть обработана одежда. Данным маслом необходимо защищать только открытые участки кожи в местах возможного проникновения клещей под одежду. Шестое. Эфирное масло гвоздики не может гарантированно защитить от клещей, но оно их весьма эффективно отпугивает. Седьмое. Масло гвоздики необходимо использовать только в комбинации с правильной противоклещевой одеждой, которая механически ограничивает доступ клещей к телу человека. До новых встреч, друзья!